Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Всем доброго вечера Пришло время программы Трофей Рыбалки Как обычно у нас час беседы О нашем любимом занятии Рада приветствовать всех слушателей У микрофона Мария Цыдакова-Лейна И я рада приветствовать эксперта Компании Арсенал на Комсомольска-8 Василия Мамонова Василий, добрый вечер Лето в разгаре, погода налаживается А самое главное, у нас уже открылся Полноценный сезон рыбалки И навигация Я и хотела сказать, что мы все чаще начали Выезжать на рыбалку Вот я, например, в прошедшие выходные съездила Все-таки на Быстрису Муж мой очень настоял Но не была готова к Быстрису Потому что она меня никогда не привлекала Не была на ней ни разу Зря очень красивая река И ехала с таким чувством Ну вот сейчас съездим, посмотрим, ничего не поймаем Но вы знаете, друзья, я была удивлена Рыба в Быстрице есть Потому что вот иногда много кто говорил мне Да зачем Быстрица? В Быстрице нет рыбы совсем А оказывается, надо просто найти место, где она есть И не только мелкая, но и крупная И хорошая рыба там есть Еще связано все с тем, что вот реки такого формата, как Быстрица Они на самом деле не очень привлекательны для браконьеров Там трудно ставить сети Потому что много коряк Быстрое течение Не всегда есть глубина И поэтому прессинг с точки зрения вот именно таких любителей незаконного лова рыбы На речках формата таких небольших Он минимален На той же вятке там, ну, к сожалению, очень много Поэтому там рыба может быть Стояла на Быстрице Да, я же люблю удочкой ловить Все, мне очень это нравится Стояла И вот просто рядом, ну, постоянно Мы целый день стояли рыбачили Постоянно плескалась хищная рыба Вот она, не знаю, минут через 5-10 постоянно И я вот стояла, смотрела, наблюла Вот бы мне бы вот эту щучку поймать Это не факт, что щука, кстати Ну, может быть Головль мог быть А, ну да, может быть Он, кстати, тоже хищник Вот И я думаю, вот, а спиннингом-то я не умею ловить Я, к чему я это все веду? Я хочу сегодня поговорить немножко о спиннинге Что такое спиннинг? Вот научить меня рассказать теоретически Что это такое Как вообще им пользоваться Какие виды есть этих спиннингов Что лучше? Да, это понятно Но спиннинг на самом деле Это на сегодняшний день Вот если рассматривать Это однозначно самая популярная снасть Вот Это снасть, вокруг которой крутится Очень много вот медийности Это снасть, вокруг которой построен Скажем так Ну, целый такой культ какой-то А почему так происходит? Ну, потому что на самом деле Это очень интересная Очень динамичная Очень многогранная ловля То есть там можно ловить Абсолютно любую рыбу То есть если раньше Ну, вообще вот если углубиться Там в историю Спиннинговой ловли Она же пришла там Очень-очень давно Там и Леонид Павлович Сабанеев Там в своей книге Да, жизнелобля Пересноводных рыб Очень много описывал Про спиннинг Да Опять же Ну, вот По историческим фактам Впервые на спиннинг Начали ловить опять же англичане Как всегда англичане Да, впереди рыбалки Они там были в свое время В свое время подчеркну Что, наверное, они были Такими адептами Да, вот этого всего То есть они там начинали Все Они придумали просто Вот эту инерционную катушку С большим барабаном Колесо вот так называемое Да, которым они там ловили Понятно, что спиннинги Были там из какого-то бамбука Причем англичане же придумали Потом этот бамбук Расщеплять и делать спиннинги Из клееного бамбука Которая Вот как И по сей день, кстати Их делают, эти спиннинги Делают только на заказ Из специального выращенного бамбука И стоят они там баснословных денег То есть там, поверьте Не знаю, там спиннинг Стоимостью там в 300-400 тысяч рублей Из бамбука Это абсолютно нормальное явление Подписное там, именной Но такими снастями, как правило Либо не рыбачат, да Либо рыбачат очень редко Это как сувенир получается Для коллекции там висят Вот И раньше ввиду того, что Основные приманки Это были различные Вот такие металлические блесны Да, достаточно большого размера Было все связано с тем Что легкую приманку Вот этой катушки Было не забросить Основная добыча спиннингиста Например, ну в нашей стране Там в нашем регионе Если конкретно уж рассматривать То это была щука Реже был судак Да, там Попадался там жерех Ну, окуня там Где-то опять же В приловах ловили там Целенаправленно Вряд ли кто-то за ним там охотился То есть самая желанная добыча Была щука Потому что это крупная Хорошая рыба Которая очень достойная По сопротивлению Вот Современная же спиннинговая ловля Она настолько многогранна То есть там есть Вот эти стили Спиннинговой рыбалки Например, там Ультралайт Ловля легкими снастями Сейчас очень популярным Становится Такой стиль Наноджик То есть там реально Вес с забрасыванием Приманки Просто вдумайтесь Там 0,2 грамма 0,3 грамма Вот Под это под все делаются Специальные спиннинги Специальные катушки Используются Специализированные лески Ловится рыба То есть сейчас Абсолютно спокойно На спиннинг ловят Пискаря Уклейку Мирную рыбу Леща Что угодно То есть мое представление О том, что на спиннинг Ловят только хищник Уже нет Вот понимаешь Ты стояла на быстрице Выловили Что ловили там Ельчики Сорожка Вот это все Вот это все Можно было ловить спиннингом Ничего себе Абсолютно спокойно Используя спиннинговую снасть Можно было ловить Подобрав специальный спиннинг Выбрав специальные приманки Скажем так Немножко углубившись Вот в это все Изучив теорию И практику Да, можно было применять И абсолютно спокойно Ловить эту Даже не знала Надо же Надо будет попробовать Вот реально Наверное Все-таки мы В следующую программу Если у нас состоится Видеопрограмма Я думаю Я думаю Что мы начнем Скажем так Ну сделаем небольшой Вот сейчас анонс Да Мы начнем Цикл передач Который будет посвящен Спиннингу Отлично Это тема Очень-очень обширная Я думаю Что в основном Мы будем говорить Именно о ловле хищной рыбы Ну мы конечно Коснемся вот этих тонкостей Попытаемся позвать Там моих знакомых Друзей и ребят Которые ловят Вот в этих вот Всех таких Ответвлениях От классического спиннинга То есть тоже профессиональные Спиннингисты Да Это очень интересно На самом деле Поговорим Покажем это все Расскажем Особенности строения Снасти Там какие-то Хитрости и тонкости Да уже хочется Будем в этом разбираться Вот дальше То есть спиннинг Это целая такая Как я уже сказал Индустрия Сейчас законодателями МОД В спиннинговой ловле Являются Японцы И американцы Вот У американцев Своя школа спиннинга Опять же Но это вот Немножко истории Вообще Да У них Своя школа спиннинга Я считаю Что Наверное Они впереди Планеты всей По вот этой Всей медийности У них Профессиональные Спортсмены Спиннингисты Это Реально люди Которые зарабатывают Миллионы долларов Точно так же Как икеисты Футболисты Все Да То есть у них Есть такая Такой Скажем так Турнир Называется Баз про шоп Который Скажем так Басовая профессиональная лига Они ловят Вот этого большеротого окуня У них там Какой-то культ рыбалки Это дорогие катера Это максимальное оснащение Электроникой Специализированные снасти Под это Под все Проходит Огромное количество Этих турниров То есть у нас Россия Сейчас Я честно скажу Не то чтобы наш регион А вообще Россия Она находится На самом-самом начале Вот этой Зыбкой тропинки Потому что я так понимаю Что пока еще не развит Да У нас есть Профессиональный турнир Про Англиерс Лейк За что стоит Сказать отдельное спасибо Вадиму Гендину И его компании МИДа Которые организовали Этот замечательный турнир В нашем регионе Проходит наш турнир Трофеи и вятки Которые мы организуем То есть стараемся Хоть как-то Показать Что такое Коммерческие турниры Например Там есть еще Несколько коммерческих турниров Там например Тотальный спиннинг Замечательный турнир Там Рома Маслов Привет Если слышишь меня Организатор Данного турнира В Казани В Нижнем Новгороде Там несколько турнирчиков Проходит Все Ну то есть Это все такое местечковое Вот на самом деле Кроме там Вот этого Про Англиерс Лейк Действительно Участвуют Профессиональные рыболовы Которые рыбалки Зарабатывают себе На жизнь То есть это именно Спортсмены Они соревнуются в чем? Ловля Количество? У них Или как? Там качество? Нет Ну количество Количество у них Ограничено То есть В каждом туре Они могут привести Не более Пяти рыб В зачету Да Самых крупных Обязательно рыба Должна быть живой Да Обязательно ее нужно Отпустить Вот Поэтому Вот так Понятно что нужно ловить Как можно Более крупную рыбу И Привести ее живой А в США же Например Вот этот вот Турнир Там Лига Басовая Вот это Там Реально у них Там есть турнирная сетка Вот эти турниры Идут постоянно По всей стране На эти турниры Приезжает огромное количество Зрителей Поклонников Да Там Церемония награждения Это вообще То есть там Сцена Фейерверки Вот это лазерное шоу Это уже такой культ Традиционный Вот это лазерное шоу Там все Да То есть У них там отдельно Есть телеканалы Отдельно выделенные Телеканалы Которые транслируют Вот только вот это Только спиннингистов Вот у них там онлайн-трансляции У них там какие-то интервью С этими спиннингистами Ну то есть Еще раз повторюсь Это такой вот Определенный культ Это на самом деле клево И соответственно Для того чтобы быть Всегда на коне Вот эти спиннингисты Должны ловить там Какими-то лучшими снастями Придумывать какие-то Новые техники И использовать там Более качественные Не знаю там Катушки Спиннинги Приманки какие-то Постоянно придумывают Вот Но это все делается же На американский рынок Но к нам попадает Это все в Россию Точно так же И мы это пытаемся Адаптировать под себя Иногда это получается Удачно Иногда опыты эти К сожалению Приводят к краху Потому что бывает так Что ну снасть Которая хорошо ловит Там в Америке У нас она У нас совсем не катит Просто там Нашей рыбе неинтересно Вот Поэтому Тоже там Ну не знаю Там закрыв глаза Там заказывать Что-нибудь из интернета Там с какой-нибудь Ебэя Ну наверное Не стоит Нужно там Посмотреть Адаптированные К нашей российской рыбе Вот Например Отдельным таким кланом Стоят японцы То есть У них Рыбалка тоже Возведена В такой культ В некий Причем это касается Всего там Спиннинга И вот этой же Поплавочной ловли Вот этой же Хиробуны И всего оставшегося Вот Они очень сильно Пропагандируют Морскую рыбалку На спиннинг Именно береговую И наша Российская Скажем так Сторона С удовольствием Это все перенимает Слава богу У нас морей Достаточно Вот Рыбы в морях Достаточно И половить ее можно И на самом деле Друзья Это вот Наверное Один из тех Случаев Вот о котором Хотелось бы Поговорить подробнее Но все мы Стараемся Выезжать на юг Там Отдыхать Да Я вот По крайней мере Последние Наверное Лет Пять-шесть Уже не мыслю себя Вот эту поездку Без спиннинга Вот реально Потому что там Утром пока семья там спит У тебя есть там Несколько часов Там просмотрится Прям выйти на море Во-первых Это отличнейшие Красивейшие Просто красивейшие Восходы на море Замечательное Замечательно Это все Очень смотрится Отсутствие Толб народу Да То есть Один на природе Как у нас Да На водоемах На наших Да То есть Ты один на водоеме Можешь там Два-три часа Посветить Своей любимой ловле И то же самое Можно сделать Вечером В предзакатные часы Там опять же Немыслимая красота Вот это вот Романтика Морского Морского побережья И рыбка клюет Да Она не крупная То есть Там Пожалуйста Там Зеленушка Морской Ёрш Вот эти вот Морской Лещ И все оставшиеся Ну во-первых Это интересно Это раз Во-вторых Это определенный Такой стиль рыбалки Который Затем Можно адаптировать И переносить На наши Пресноводные водоемы То есть Мы говорим Сейчас о микроджиге Те Кто Слушает нас Постоянно Я думаю Что уже Наверное Помнят У нас была Отдельно выделенная Передача О микроджиге Мы разговаривали О выборе удилища Там И всему оставшемуся Поэтому Кто хочет Можно посмотреть У нас В контакте На сайте Эхо Москвы Там все это есть Покопаться Вот немножко И найти И не составит труда Но тем не менее Расскажу Именно вот О таком Командировочно-походном Варианте снасти И компоновки Этой снасти Ну во-первых Если мы едем поездом То теоретически Нам Нас устроит Обычное Двухколенное удилище Которое мы сложим Там в тубус И повезем Вот возникают Определенные проблемы Когда мы летим самолетом То есть нельзя будет На самолете Вручную кладь Как правило Сейчас эти тубусы Не разрешают Не разрешают Ну потому что Ну там Везем мы с собой Спиннинг длиной Там 2,40 А мы ловим с берега И иногда нам нужно 2,70 В разобранном виде Он будет метр 35 Соответственно Тубус у нас будет Достаточно габаритный Да он будет небольшой Но Он будет иметь Большие габариты По высоте Вот Вручную кладь Его не разрешают То есть раньше Там например Аэрофлот Еще когда-то Это делал Разрешал По-моему Если память не изменяет Там еще какая-то Авиакомпания Которая летала Они разрешали Сейчас же Это все Прекратили И это нужно Сдавать в багаж Во-первых Вот за такой Маленький тубус Возьмут отдельно Как за место багажа Негабаритный И нестандартный Поверьте Там стоимость Может вылиться В очень-очень Приличные деньги Есть какая-то Альтернатива Или куда Это во-первых А во-вторых Этот тубус Банально могут сложить Пополам и сломать И ты приезжаешь У тебя спиннинг И все И рыбачить нечем Поэтому есть альтернативы Это так называемые Тревел спиннинги Которые могут быть Пятичастники Четырехчастники Они совсем маленькие Получаются Да такие Они складываются Абсолютно спокойно В чемодан Либо проносятся В ручной клади Потому что Ну вот он Не больше зонтика В собранном виде Здорово Вот Поэтому я вот Призываю на них Обратить внимание Любителей путешествовать И такой спиннинг Он всегда может быть с собой Он всегда Даже если вы Например Едете на машине Путешествуете Без проблем Он у вас там лежит На задней полочке Места не занимает Вообще никакого И а он легкий Наверное Да получается Да Я советую выбирать Четырехчастные Спиннинги Ну вот как правило Более такого Правильного строя Они получаются Потому что Чем больше стыков Вот этих колен Тем спиннинг Все равно будет тяжелее Это раз Во-вторых Он будет дороже Это два Потому что Чтобы сделать Хороший Многочастный спиннинг Там нужно применить Определенные технологии Которые так или иначе Стоят денег В конечном итоге Выливаются в цену Вот И Четырехчастники Это вот оптимум Такой По длине Ну не знаю Я для себя Наверное Определил золотую середину Это Два сорок Соответственно Два сорок делим на четыре У нас получается Там 60 сантиметров Да Ну вот 60 сантиметров Вот такой вот Маленький тубусик Который мы сможем Взять с собой Дальше Нам нужна будет катушка Нам нужна будет катушка Здесь В принципе На вкус Цвет и кошелек Выбор есть В любом магазине Пожалуйста Да Там приходите Комсомольская 8 Арсенал Там У нас катушек этих Очень много Подберем там все что угодно Разные-разные Да То же самое По шнуру Вот интересности Начинаются В приманках Вот я хотела узнать Да На что вообще Вот ловить Этого хищника Морскую рыбу Морскую рыбу Она не часто там Она не вся хищник Не вся хищник А ну да Ну так или иначе Она питается Основные приманки Которые мы там используем Это имитации Вот Каких-то рачков Ага Червячков Да То есть каких-то там Фантазийных букашечек У которых вот много-много Силиконовые такие Да Продаются Получается То есть силиконовые Съедобные приманки Как правило Используем Съедобные Да Потому что Съедобная приманка Она Дает нам Больше времени На подсечку То есть опять же Вот здесь Есть такое Мнение Да Не то чтобы мнение А раньше Многие думали как Если приманка съедобная Вот ее достаешь Из пачки Она так пахнет Вообще-то Да Все они думали Что я сейчас ее Насажу на крючок Закину и у меня Тут вся рыба Которая вокруг Там к моей приманке Поплывет Нифига подобного На самом деле Рыба не поплывет Она не реагирует Почему? Вот на это Вот на все То есть съедобность Съедобность приманки Сделана для того Чтобы после поклевки Рыба ее не выплевывала И у нас было больше времени На своевременную подсечку Все понятно Вот и все Только для этого И ни в коем случае Не приманивать ее С какого-то расстояния Как это было Расхожее такое мнение А только для того Чтобы она ее Не выплюнула Разом А это очень критично Особенно для ловли Именно морских рыб Потому что Питаясь вот этими Червячками Какими-то Да Там например Те же там Груперы Или еще кто-то Да Они там Отламывают Вот какие-то там Кусочки камушков Этих там Дробят И где-то там Ищут каких-то червячков Вот Находя этого червячка Как они же питаются В природе Червяк-то может там Спрятаться Там залезать куда-то В щелку А вот он его хватает За кончик И держит Да А потом начинает Медленно вытаскивать И медленно-медленно Зажевывать Если эта приманка Будет у нас там Имитировать Такого же червячка Там подходящего По цвету Но будет просто сделана Из какого-то силикона Или пластика Будет время ее вытащить Будет силикона Или пластика Несъедобного То Мы своей там Игрой и анимацией Заставим эту рыбу Там заинтересоваться Этим червячком Он к ней подойдет Там группирочек Там не знаю какой-то Да Он схватит его За кончик Да И поймет что это Несъедобная фигня Выплывет Выкинет и поплывет По своим делам дальше Искать съедобного червячка А когда он его схватит Он там будет Не знаю там Какой-нибудь солененький Источать какой-то там запах Да Там все Он будет понимать Что да Это нормально Все Я вот это хочу съесть И он будет это зажевывать В конечном итоге Полностью заберет в рот Да Там крючок Подсечка Рыбка в руках Фотография Поцелуй Не знаю И отпустили Да Восвояси Вот Ну это на самом деле клево Поэтому Скажем так Ну В зависимости Куда Ну вот едем мы там На Черноморской побережье Там какой-нибудь Сочи Там или еще что-то Да Основная распространенная рыба Которую мы там будем ловить Это будет вот скорпена Да Морской ёрж Очень редко Груперы И Я сейчас уже честно не помню Там зеленушка по-моему Или как-то вот она называется Ну местная Вот ее так То есть можно прямо на пляже Да Пока люди не собрались Можно выйти Лучше всего ловить Там где есть камни Вот То есть вот на песке Ловить теоретически бессмысленно Ну реально не приходит рыба По одной простой причине Что ей на песке делать Ей же нужно что-то кушать На песке Этих червячков минимум Поэтому она В камушках Идет в камушки В камушках Много щелочек В которых живут Вот эти вот Червячки И ракообразные И ракообразные Которыми питаются Поэтому камни Интересные места Это волнорезы Да Которые у нас есть Интересные места Это Пристани причалы Да Например Я вот честно скажу Очень-очень люблю ловить В Сочи На набережной Идеальное место Идеальнейшее место То есть Ну во-первых Там безумно красиво Это раз Во-вторых Там Куча местных рыболов Которые сидят И весь день Прикармливают рыбу Они там ловят Этого пеленгаса Прикармливают его Там хлебом На этот хлеб Приходит кефаль Макрель Пеленгас И вся вот Оставшаяся Вот эта вот штука Соответственно Когда эти рыболовы Там потом уходят Вот Они приходят Во-первых Не рано То есть Рано-рано На набережную Приходишь Там нет никого Они приходят Они выспятся Там хлебушка Купят У них своя Да рыбалка Все там придут Сядут И порыбачат И вечером Чего им там сидеть Допоздна Зачем И там на следующий день Снова придут Соответственно Собираются Уходят Освобождается Вот это место После них остается Прикормленная рыба А всю рыбу Которую они прикормили Она здесь Так или иначе есть И за ней приходит Хищник еще Потому что например Пришла там мелкая Какая-то кефалька За ней приходит Более крупный хищник И соответственно Поймать его там Достаточно просто Вот Ну вот Интересное место Интересное место Где вот я еще ловил Ловил Лао Да Но это вот В той же стороне Но там очень здорово В том плане Что там все пляжи Галичные Там мало песка Там много гальки Много крупных камней И действительно Много рыбы Которая подходит К берегу питаться Интересная рыбалка Вот Поэтому выбор Выбор снасти Он вот такой Удилище Нам нужно будет Достаточно специализированное Оно будет отличаться тем Что небольшой тест По приманке Будет иметь По забрасываемым Ну там максимум Не знаю Там грамм до 10 Нам хватит этого Лучше Если оно будет иметь Вклеенную вершиночку Для того Чтобы мы могли Реагировать На малейшее Вот прикосновение Рыбы Поклевки Ну и вот Четырехчастный вариант Который нам нужен Это один из вариантов Один из стилей рыбалки Который можно Не знаю Там пропагандировать И всегда быть везде Со спиннингом Со своей любимой снастью И ловить там Даже на отдыхе Вот Вот одно из направлений Которое в современном спиннинге есть И еще раз скажу Что законодатель Лимон Здесь японцы Потому что Они очень-очень много Ловят в море И вот там рыбалка Она реально там Схожа с нашей Потому что Морские побережья Там плюс-минус Могут отличаться Только по своей там Ихтиофауне Да Так-то они там Ну во всем мире Практически там Одинаковые Понятно Понятно Ну здорово Давай вернемся На наши пруды Реки А кстати Надо как-то Вот для того Чтобы на спиннинг ловить Надо как-то выбирать Водоемы Или в любом месте В любых водоемах Можно На самом деле Поймать рыбу Можно абсолютно В любых водоемах Именно на спиннинг Именно на спиннинг Абсолютно в любых водоемах Вот я например Опять же Сегодня наверное Буду обращаться Там к своему опыту Да Я например Очень-очень люблю рыбалку Вообще В ручьях Вот реально Там ширина Речки Там Ну и речки Назвать иногда Там язык не поворачивается Там метр-полтора Там два И там рыба есть И вот в таких Мини-мини речках Есть очень крупная рыба Связана опять же Все с тем Что там на них Минимум прессинга Не то чтобы со стороны Браконьеров А многие рыболовы Обходят их стороной Потому что думают Ну что вот в этом ручье Ты там поймаешь Что там можно поймать Ага Там единственное Что рыбалка Она достаточно сложная С той точки зрения Что требует от рыболова Достаточно большой Такой физической подготовки Потому что нужно много ходить Угу То есть там реально Вот бывает так Что вот идешь В дуле реки Там километр Два Три Не сделав ни одного заброса Потому что перспективных мест Не видишь Потом выходишь Смотришь Что там Грубо говоря Там при фоновой глубине Этой реки Там в 50 сантиметров Ты находишь мини-амуток В котором глубина Метра полтора И там не знаю Он там чуть пошире Там три метра Шириной И вот в такой вот Маленьком при ямочке Ты ловишь там Например Две щуки Там весом по три килограмма И в принципе рыбалка Уже состоялась Потому что там реально Получаешь вот это Моральное удовлетворение Во-первых Эти речки Они очень красивые Опять же Ты Там Там рыбалка Она сродни Наверное охоте Да То есть Ты не ловишь рыбу Ты за ней охотишься Ходишь, ходишь и охотишься Ты реально за ней охотишься То есть Ты ищешь место Ты подбираешь приманку На такой микроречке На такой микроречке У тебя нет права На ошибку Тебе нужно сделать Первый заброс И обязательно правильно Если ты с первого заброса Там зацепишь свою приманку За коряжку На противоположном берегу Начнешь там что-то дергать Пытаться отцепить Наделаешь шум Ты никогда здесь рыбу Не поймаешь Ну приди на следующий день Может быть поймаешь В этот день нет Ну какие тонкости Да Потому что там реально Есть правило первого заброса На таких маленьких речках Когда ты его должен сделать Именно так как надо Если он у тебя не получился Ты можешь в принципе Идти искать другое место Понятно Ну то есть получается На всех водоемах можно Абсолютно Но хищник же не во всех водоемах бывает Ну мы не всегда можем ловить хищника Мы прервемся ненадолго на рекламу И вернемся через нее Спасибо Реклама закончилась Мы продолжаем говорить о спиннинге О видах О том как на него ловить Василий Давай еще раз Вспомним Значит на всех водоемах Можно ловить Абсолютно на всех Например Я вот очень часто весной Люблю на спиннинг ловить карася Ну вот У тебя уж не хищник Хорошо Но ведь на спиннинг там не надо Например Вот если я на поплавочную удочку Там на крючок Навешиваю там Всяких разных опарышей Червячков Если ты имеешь в виду живую насадку То в спиннинге мы ее никогда не используем Вот А карась Мы используем только лишь искусственные насадки Например Карась Очень любит мотыля Искусственного мотыля Много кто из фирм делает Вот Это во-первых Во-вторых Мы его ловим Так называемым Вот этим же наноджигом То есть используем мормышки Да То есть теоретически Вообще там чуть ли не зимние мормышки Но немножко модифицированные Мы ловим тонкой снастью Мы насаживаем этого мотылька Мы делаем недалекие забросы Мы постоянно делаем анимацию спиннингом Да То есть вот эта вот мормышка в воде там трясется То есть мотыль Ну реально То есть есть Вариации искусственного опарыша Чего угодно То есть там Карась он не только этим питается Он там кушает с удовольствием Там пиявок Например Без проблем А почему же нельзя тогда живую? Ну Скажем так В спиннинге просто это Ну Неприемлемо Неприемлемо То есть хочешь там ловить На живую насадку Используй удочку Вот Охота за карасем там Весной Она очень интересна Очень интересна Потому что Например Есть такой стиль ловли С боковым кивком Да Когда ловят на мормышку Вот Там очень часто используют Ту же самую там имитацию Там Искусственного мотыля Вот Единственное Что они Снасть эту не забрасывают Да Там отпускают на удочке У них есть боковой кивок Вот они там трясут Там и достают Ну то есть теоретически Как обычную поплавочную удочку Используют только с кивком Интересно Я делаю все то же самое Но только с помощью спиннинга Я делаю заброс А не за счет длинной удочки Закидываю эту приманку Да Делаю точно такую же анимацию Точно так же ловлю карася Интересно Интересно Например Весной Опять же Я очень люблю Вот на той же быстрице Ловить пискаря На спиннинг И на самом деле Это наверное такая Вот По мне Для новичка Который вот Начинает ловить Спиннинг Надо ловить пискаря Это На нем попробовать Просто такая тренировка Да Во-первых своих Скажем так Нервов Да Потому что пискарь клюет Зараза так что Там с первого раза Не подсечешь Это во-первых Во-вторых Это тренирует Вот именно реакцию Вот на эту подсечку Да Это тренирует Именно правильную подачу Приманки Да Потому что она там Должна своеобразно Так катиться по дну Да То есть это ее должен Контролировать Вот Ну то есть там Есть свои хитрости и тонкости И пискарь реально Это та рыба Которая Ну позволяет Вот там Что-то такое развивать Да И например Очень советую Вот такую рыбу ловить Тем кто Ну хочет участвовать В каких-то спиннинговых Например соревнованиях Ну то есть такая Некая тренировка получается То есть реально тренировка Потом Тренировка на пискарях Ловить окуня Ловить окуня становится Вообще очень просто Потому что ты там Все уже понимаешь Ты вот Ну там проспать поклевку То есть получается Какая-то специфическая поклевка Да Вот на Если мы ловим на спиннинг Не такая как например Да на удочку Нет Там во-первых У нас тактильная чувствительность То есть поклевку мы Чувствуешь рукой Чувствуем рукой Во-вторых Мы всегда визуально Наблюдаем за вершинкой Удилища Да То есть Соответственно Она тоже выступает В роли сигнализатора поклевки Там таких вот Особенностей мало Но это вот С точки зрения Если там А если вот Не хищная рыба Поэтому еще раз повторюсь Ловить можно абсолютно На всех водоемах Единственное Что все для себя там Выбирают Где это делать Комфортней Да То есть например Вот Ну для меня Самая любимая рыбалка Вот если вообще Вот взять там Несколько стилей То есть я там Очень люблю Ловить головля Там на быстрых реках Я люблю Вот охотиться За щукой Как правило Вот на таких Мини микроречках Да Там походить Это все конечно же Присутствует Для этого Есть там Определенные снасти Там Я этому уделяю Какое-то время Вот Но Например для меня Основная рыбалка Это все-таки Большая вода Катер Да Ловля джигом Крупными приманками И желание поймать Трофейную рыбу То есть для меня Не важно Количество поклевок У меня Не знаю Там будет определенный кайф Если я Там Две-три поклевки Увижу в день Ну это будут Действительно Трофейные рыбы Да Там Не знаю Там Судак 5 плюс Там щука под 10 Ну то есть Вот действительно Вот это так Кому-то наоборот Кто-то выбирает Для себя Скажем так Снасти Вот такого Более легкого класса Там едет На какой-нибудь Прудик Где кишит Этого окуня Некрупного Да И он там Просто упивается Килограммами Упивается Количеством поклевок Да И количеством Пойманной рыбы Кому до чего Кто-то любит Ехать там Не знаю На какой-нибудь Пруды и озера Ловить твичингом На воблеры На тотальном мелководье Где все поклевки Мы не то чтобы Чувствуем Мы их видим Мы видим Эту атаку рыбы Ловля на поверхностные Приманки В траве Вот той же щуки Она очень зрелищна Она настолько адреналиниста Что ты все Ты вот ведешь приманку Вот ты вот понимаешь И ты прям уже Вот есть чутье Ты начинаешь чувствовать Что вот Вот сейчас Вот должно Вот сейчас будет поклевка Да У тебя нервы на пределе И в этот момент Вода просто взрывается Да Там щука вылетает Хватает эту приманку Да Вот в этом есть Свой определенный кайф И поэтому Каждый выбирает Вот как выбрать спиннинг Вообще Вот Для щуки Какой-то отдельный Для хищника Какой-то отдельный Да Очень часто задают вопросы Вот мне там пишут В соцсетях Приходят в магазин То есть говорят Ну дайте мне Спиннинг Один Который Будет у меня Не знаю там Универсальным Я на него буду ловить Окуня Такого нет Хочу половить судака И еще бы мне неплохо Закинуть вертушку И вот еще До жереха бы Космастер добросить Если бы друзья Был такой спиннинг То наверное В магазине Было бы всего там Наверное Пять удилищ Которые бы отличались По тесту Сейчас Вот в магазине Стоит там Не знаю там Тысяча Реально Тысяча единиц И все отличаются Спиннингов И все отличаются Поэтому Для того чтобы выбрать Спиннинг Для себя Ну вот вы начинающий Там например Приходите в магазин И говорите Я вот хочу Нужно в первую очередь Вот реально Перед покупкой Сесть и просто Осознанно подумать А где чаще всего Я буду применять Эту снасть То есть например У меня есть дом В деревне В котором рядом Есть там пруд Или озеро Окей Вот так и сделайте То есть придите Скажите нашему продавцу Консультанту Что просто Ну поговорите с ним Он же тоже рыболов То я буду рыбачить На пруду Да Или на реке Рыбак рыбака Видит и чувствует Издалека Поэтому поговорите Ничего страшного В этом нет Там излейте душу В конце концов Придите скажите У меня там У бабушки дом в деревне Там не знаю Все рядом есть пруд Все Соответственно Продавец будет понимать Дальше мы Если вы уже Ловили спиннингом Например Продавец как правило Задаст вопрос Скажет Спросит А какие основные Типы приманок Вы будете использовать В зависимости от этого Уже будем подбирать спиннинг Потому что Приловля там например На воблеры Класса Миноу И твичингом Есть одни параметры У удилища Там для ловли вертушками Есть другие параметры Для ловли джигом Там есть третий Если нужен плюс-минус Там более универсал Ну как бы Такие существуют Вот Либо обратный вариант Вы говорите Да у меня там Дом на берегу реки В низах реки Вятка То есть То есть тоже будет Другой спиннинг То мы будем понимать Что Мы во первых Здесь спросим Будете ловить с берега Либо с лодки Потому что река Вятка Достаточно большая Там в низах уже Да И нужно понимать Там как человек Если нет лодки То это будет Береговой спиннинг Он однозначно будет С более большим ростом Да Длиной То есть длинный спиннинг Это для берега А поменьше Покороче для лодки Это для лодки Вот он будет Скажем так Иметь большую длину Соответственно Он будет иметь Чуть больше тест Для того Чтобы использовать Могли достаточно тяжелые Приманки Чтобы далеко закинуть Вот Мы однозначно спросим Какими типами приманок Вы ловили Либо не ловили Вообще Ну и уже там Посоветуем Вот Соответственно Если там Не знаю Там приходите Говорите А у меня там Домик на реке Быстрится Да То вот там еще Будет определенный Тип удилищ Поэтому Их очень-очень много Выбрать Вот какой-то Один Не получится Если Скажем так Вот вообще Утрированно И обобщенно Сказать Вот Для новичка Какой спиннинг Выбрать То я бы Наверное Посоветовал Спиннинг Длиной 2 метра 40 сантиметров Потому что Это с берега Который Нет Это вообще Золотая середина Которая будет Хороша И для берега И для лодки То есть он Для берега Не будет коротковат Он будет иметь Нормальная Дальность заброса Для лодки Он не будет Сильно длинен И проблем Не будет создавать При вываживании рыбы А в лодке Это важно Потому что На берег Мы можем Где-то назад Отойти А в лодке Мы никуда Не отходим И соответственно Бывает так Что чрезмерная Длина спиннинга Она не позволяет Нам рыбу Подвести к борту Лодки Чтобы взять ее Под садчиком Если такой есть А если нет То руками Чего делать Настоятельно Не рекомендую Особенно со щукой Откусит Ну нет Реально Там можно получить Достаточно серьезные Травмы И к сожалению Это все заживает Очень долго Это я могу сказать Там не понаслышке Бывало такое Да Бывало так Что рыбалка Заканчивалась Приезжали в пункт Травматологии И это все Зашивалось Ух ты Ну то есть Это реально Очень страшно И поэтому Не будем на этом Заострять внимание Не будем о плохом Будем только о хорошем Но тем не менее Вот Два метра сорок сантиметров Это длина Которая нас устроит Дальше Наверное Если мы даже Ловим На реке И озере Вот здесь Будут отличия По тесту То есть Если это будет Озеро То тест Спиннинга По приманкам Максимально Я бы взял До 25 грамм Если это будет Река Ну К примеру Вятка Да Вот возьмем Вот так вот От озера И река Вятка То на вятке Я бы наверное Береговой тест Взял до 35-40 грамм Поверху То есть Длина 2,40 Тест Там Например 7,35 Либо 10,40 Если Озеро То там Длина Грубо говоря 2,40 Та же самая Там Тест 4,22 Либо 5,25 Что-то вот такое Усредненное Объясню почему Например Для озера Нам нужен Меньший тест Но там Нет течения Соответственно На приманке Не будет действовать Вот эта сила течения Они будут иметь Меньшее сопротивление В воде И тест спиннинга Нам будет достаточен Это во-первых Во-вторых Основные типы Приманок Которые мы будем Использовать На озере Либо пруду Ну то есть На стоячих водоемах Для начинающего Рыболова Я все-таки Советую Не знаю Многие Обсмотрятся Интернета Да Там вот этих Роликов Каких-то Приходят Очень много Я сегодня Пыталась Посмотреть Ну просто Я там хочу Ловить На какие-то Воблеры Друзья Это все Придет Реально Придет С опытом Со временем Да Там все Если вы Только-только Делаете Свои первые Шажочки Вот на этом Интересном Поприще Спиннингиста Поверьте мне Вращающаяся Блесна Это ваша Приманка Номер один Потому что Это приманка Которая Абсолютно Практически Не требует Ничего От рыболова Ее нужно Просто закинуть И просто Крутить катушку Все Ну я да Вот так и видела Я так и понимала Что сначала Этим надо Научиться Остальное Приманка Сделает за вас Единственное Что вы можете Делать Вы можете Менять горизонты Ловли Потому что Плесна же Она металлическая И тонет А вот это Очень важно Научиться Понимать В каком горизонте У нас стоит рыба А это видно как? А это не видно никак Это нужно считать А даже так считать Ну то есть Вот реально Мы делаем заброс Да И считаем То есть Там Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять На счет десять Приманка у нас Коснулась дна Это почувствуется Ну мы это увидим По провису лески Мы это почувствуем В руку Что все Вот приманка у нас Коснулась дна На счет десять Соответственно Первую проводку Мы делаем В максимально Медленном темпе С остановочками Чтобы приманка Всегда у нас шла В придонном слое Сделали проводку Поклевки нет Следующую проводку Мы начнем На счет восемь О как Это будет примерно Чуть повыше На самом деле Можно даже рассчитать Зная вес Блесны И уделенную плотность воды На счет десять На сколько она упадет Можно рассчитать Даже глубину водоема Можно так вымерить Но я никогда Этим не занимался То есть у меня Шажочек Вот через два Следующую проводку Я начну на счете Через шесть На счете восемь Да У меня Я буду понимать Что ну Не знаю Ориентировочно Сантиметров Ну пятьдесят Наверное Там выше у меня Будет идти приманка Провел Поклевки нет Следующую я начну На счете шесть Это примерно Будет в пол воды От того места Где у меня там Упало на счете десять И соответственно Введя приманку На счете шесть Я чувствую поклевку И ловлю рыбу То есть я понимаю Что рыба находится сейчас В толше воды Стоит в средине воды Смысл мне Отпускать приманку Тратить время Да Там могут быть зацепы Я могу там потерять Приманку То есть нафига Мне это делать Я буду начинать проводку Всегда на счете шесть На счет шесть Закончили с поклевки Следующую проводку Я сделаю на счет четыре То есть выше еще Выше Не прошло Следующую проводку Я сделаю на счет два Не прошло Следующую проводку Я сделаю на счет восемь Не десять А восемь То есть посмотрю Может быть рыба Встала чуть глубже На горизонт Если и здесь у меня проводки нет, значит, ой, поклёвки нет, я буду менять место, потому что рыба отсюда либо ушла, либо мы её выловили. То есть вот такая простая арифметика на рыбалке, она позволяет на самом деле... Такие тонкости интересные. Разнообразить свою рыбалку. И вот здесь именно блесна, она очень полезна и хороша, потому что, например, как многие, ещё раз повторюсь, не нужно начинать с воблеров. Вот они прибегают, дайте мне там воблер на ок. Почему, например, в воблеров рыболовы, скажем так, более профессиональные, почему ввозят с собой огромное количество воблеров? Потому что воблер — это та приманка, которая имеет своё собственное заглубление, рассчитанное производителем. И глубже она не нырнёт, и мельче её не провести. То есть вот есть у воблера заявленное заглубление полтора метра. Вот он зайдёт на глубину полтора метра и по ней пойдёт, а рыба стоит на двух. И мы этим воблером её не поймаем, как правило. Надо менять на другой воблер, да? Надо менять на другой воблер, который имеет большее заглубление. И, соответственно, имея, например, глубину водоёма 4 метра, теоретически, чтобы её всю проловить, нам надо в минимум 3-4 воблера. Это, во-первых, финансово достаточно затратно. Это раз. Они дорогие, да, получается? Ну да, это раз. Во-вторых, воблер – это та приманка, на которую, чтобы клюнуло, ещё и нужно постараться самому рыболову. Потому что, например, там воблеры класса Миноу, они не имеют своей игры, её нужно задавать так называемой техникой твичинг, то есть вот этими рывочками. А к каждой приманке нужно подбирать свою индивидуальную собственную игру, поэтому это достаточно сложно. То есть реально твичинг – это как вот почерк у человека. Потому что бывает так, что у одного рыболова вот этот воблер там ловит как бешеный, да, другой покупает себе точно такой же, приезжает. У нас даже были такие случаи. Мы стоим вдвоём в одной лодке, кидаем одинаковый воблер, у меня клюёт, у товарища нет. Он говорит, да я не могу на него поймать. Ставит другой, у него клюёт, я ставлю точно такой же, у меня не клюёт. Ну, то есть вот под каждой руки свой воблер заточен. Ну, понятно. То есть всё равно какое-то мастерство должно быть. И вот эта коллекция, она собирается годами, да, то есть ты подбираешь те воблеры под себя, которые у тебя работают, да, то есть это всё кропотливый труд, реально кропотливый труд. Это всё недёшево и, скажем так, это огромная коллекция, которую нужно с собой возить. Вот я еду, например, на воблерную рыбалку, я там везу с собой где-то порядка 100-120 воблеров. Так это же ещё и время получается, да, какое-то там определённое поменять, туда-сюда, это же не сразу автоматически всё делается. Поэтому, скажем так, блесна с этой точки зрения, она достаточно универсальная приманка, и начинающему рыболову на неё будет поймать, просто, причём это может быть вот как классическая вертушка, так и ещё более классическая колеблющаяся блесна, да, которым там ловили наши деды, прадеды и прапрадеды. Вот. Она точно так же позволяет делать вот эту проводку всю. У колебалки есть ещё огромные плюсы, и я считаю, что вообще колебалка – это такая, ну, не знаю, там, зря забытая приманка, да, но сейчас она возвращается, да, там на них много-много ловят. Вот колеблющаяся блесна, она позволяет помимо проводки в горизонтальном положении, да, сделать ещё проводку вертикальную. Потому что на паузе, когда она падает, она тоже играет, то есть она гранями своими переваливается. То есть её видит, да, рыба видит потихонечку. И с помощью вот этой колеблющейся блесны можно делать так называемую рваную проводку. То есть когда мы делаем там 3-4 оборота катушки, потом делаем паузу, у нас приманка там меняет горизонт, мы снова делаем 3-4 катушки оборота, снова поднимаем её в горизонт, в который нам необходим, снова делаем паузу, снова её сваливаем, то есть мы ведём так называемой ступенькой эту приманку. Это очень часто для хищника, не знаю, там, вот именно агрессором выступает к поклёвке. Почему? Потому что хищники, особенно щука, это санитары водоёмов, да, то есть они раненую больную рыбку не пропустят. Для них это такой лёгкая добыча, лёгкий объект. И вот эта вот приманка, которая там как-то идёт, там бац, и куда-то проваливается, имитирует как раз вот эту раненую рыбку. Видят они, как раз видят. Да, и поэтому хищник может реагировать. Вот, поэтому моя основная, скажем, мой основной совет, если вы ловите на озере, длина 2,40 спиннинга, тест от 5 до 25, там, 4,22, вот что-то вот такое. Колебалки и вертушки. Обратная ситуация, если мы, там, например, переходим на реку. На реке совсем по-другому. Во-первых, тест спиннинга нам нужен будет выше, да, для того, чтобы использовать чуть более тяжёлые приманки, потому что на реке есть течение. Чтобы, например, добиться, там, пробить, там, придонный слой какой-то, да, там нужно, ну, достаточно тяжёлую приманку, потому что у нас сила течения действует на нашу снасть. Мы можем оставить точно такие же вертушки. Это будет именно прибрежная ловля, потому что кидать её куда-то вдаль у нас, скорее всего, не получится. На первое место для начинающего рыболова на реке я бы, наверное, поставил вот не вертушку, а колебалку. Здесь единственное, что мы будем выбирать такую более узкотелую колебалочку, которая на течении будет играть получше. Есть замечательная блесна, так называемый Кастмастер, вот, которая сделана для ловли именно на течении. Она очень хорошо летит, она имеет очень хорошие аэродинамические свойства. Это блесна, которую не сбивает течение с игры. Для ловли жереха, щуки и даже судака. Это блесна, наверное, номер один. Она позволяет делать ступенчатую проводку, её можно вести просто равномеркой в различных скоростях. То есть, вот, ну, опять же, приманка, которая работает сама. И дальше, наверное, я бы посоветовал рыболову, начинающему, который ловит на реке, всё-таки иметь в арсенале несколько джиговых приманок. То есть, вот это вот мягкий силикон на, будь то там джиг-головках, либо овсетных крючках. Ну, у нас на реке лучше всего использовать именно в варианте незацепляйки, на овсетном крючке. Ну, и минимальный набор грузов. То есть, опять же, мы, продавцы, однозначно в нашем магазине будут спрашивать, в каком месте вы рыбачите. У нас ребята достаточно опытные, соответственно, речку нашу знают хорошо. И вы там скажете, ну, в районе Уржума, да. Они сразу вам подберут какие-то, да? Они вам подберут груза, ну, то вам точно, скорее всего, не нужны будут груза там весом 10 грамм, потому что там достаточно глубокая река и течение сильное. Вот, соберут там грузики грамм от 16, там грамм до, не знаю, там 36 в среднем. Да, вот так вот это основные рабочие веса. Там хотя бы по парочке в маленькую коробку, упаковочку крючков, там парочку упаковок силиконовых приманок. И вот с этим набором мы можем поехать абсолютно спокойно на вятку, пытаться поймать рыбу. Опять же скажу, что пытаться поймать. Потому что когда рыболов вот только-только начинает это всё, да, не нужно грезить тем, что там... Не сразу же получается. То есть надо научиться, да, там и махать, и замахиваться, забрасывать. Ну, заброс на самом деле ничего сложного там не возникает. Опять же, отсчитать вот это всё, да, понять, где и чего. Ну, заброс там, у нас, скажем так, ничего сложностей никаких там не возникает в этом. Единственное, что здесь нужно научиться правильно выбирать место для рыбалки. Да, ну, то есть бесполезно там приходить на какой-нибудь там перекат и пытаться там с берега на глубине в метр там в сумасшедшем течении пытаться ловить там джигом каким-то. Да, возможно, даже поймать рыбу можно. Но больше шансов будет на таком перекате поймать рыбу, например, на тот же космастер, если мы увидели всплески на перекате, это, как правило, может быть жерех. Либо с этого переката немного сместиться, либо вниз по течению на выход, да, с переката, где течение с быстрого переходит в более медленное. Там, как правило, есть такое, так называемое обратное течение, да, обратная струя, потому что это сильная струя, она, как правило, под каким-либо углом, либо ударяет в берег, либо уходит от берега, например, если там поворот реки, да, уходит от берега, и то есть вот здесь, опять же, в береговой зоне будет вымытая вот таким этим течением приямок такой, да, и здесь оно будет более спокойное. Здесь может быть и щука, и судак, и всё оставшееся. Либо уйти вверх по течению на входе в перекат, где течение уже чуть-чуть становится быстрее, но ещё вот не выросло вот до этих вот максимальных там скоростей своих. Соответственно, там тоже может собираться рыба, потому что удобное место для кормления хищника. Нужно всегда пытаться, ну, не знаю, думать, как рыба. Как много тонкостей, просто вообще, да, думать, как рыба. Нет, ну, реально, это реально так, потому что, я честно скажу, вот очень-очень полезно, очень-очень полезно начинающему, да и не только спиннингисту, а вообще рыболову, немножко поизучать их теологию, вот вообще почитать поведение рыб, то есть вот посмотреть в интернете ролики именно их теологов. Там становится вообще иногда всё понятно, почему вот это место надо выбрать, а вот не какое-то другое. Почему рыба плывёт туда, а не в другое место? Совершенно верно, то есть, например, там на выходе с переката в обратном течении очень любит держаться щука по одной простой причине. Там очень много, да и вообще хищника, и судак там будет стоять, и всё. То есть это место, где очень-очень много корма сильным течением сносит вот эту слабую рыбку, которая попадает вот в эту обратку, и чтобы сохранить силы свои, она туда заходит, и там может скапливаться в огромных стаях, отстаиваться, так называемая, да, то есть она уставшая, ослабевшая, и вот здесь вот она стоит. У хищника там пир. Это раз. Во-вторых, сюда может подходить рыба, которая не смыта перекатом, а вот эта вот обычная мирная рыбка, да, потому что перекат, как правило, несёт очень много всяких вот этих вот козявочек, поднимает со дна вот эту муть. Она туда идёт кормиться. Она идёт кормиться, соответственно, за этой рыбой туда приходит хищник. Например, вход в перекат, да, как правило, будет контролировать жерех и судак по одной простой причине, потому что там лёгкая добыча. Туда априори смывает вот именно уже ослабевшую рыбу 100%, которая не может бороться с течением, её туда чпок смывает, и всё. А он стоит вот на границе этого сильного и слабого течения. Лёгкая добыча получается. Да, и хищник, он сам по себе тратит мало времени, и ему там не нужно гоняться за этой добычей, да, там для броска там буквально нужно какие-то секунды, и всё, съел и встал обратно. Вот, поэтому нужно реально поставить себя на место вот этого хищника. Умная рыба всё-таки. Где же там вам будет удобно кормиться. Например, на сам перекат там на это, вот быстрину на эту, хищник выходит очень часто, когда, например, туда попадает стайка мелкой рыбы. То есть это, как правило, бывает вот весной у нас после открытия, когда у нас основная часть вот этой белой рыбы нерестится, да, после нереста она немножко ослабевшая, она начинает стоять в больших стаях. Ну, это вот я говорю там про щеклюю, вот нашу, да, всеми любимую. Вот, она собирается в огромную стаю, её начинает немножко подсмывать, она попадает в этот перекат, вот у неё там начинается паника, то есть её, ну, реально вот эту щеклюю там куда-то несёт, всё, она стоит огромной стаей, она пытается выплыть, она стоит плотненько-плотненько, туда на пир приходит жерех. Всё, это его. То есть, потому что эта рыба очень любит течение, он может стоять на быстром течении, конечно же, он её жрёт. Да, здорово, интересно, конечно. Вот очень хочется это всё попробовать действительно на практике. Я надеюсь, что мы всё-таки это всё будем дальше делать, будем дальше выходить на видео, и сейчас у нас время немножко заканчивается. Хотелось бы ещё много вопросов задать, ещё очень интересно послушать, потому что действительно такая программа у нас получилась интересная. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Уважаемые слушатели, до следующих встреч. До свидания. Да, в следующий раз продолжим. Всего доброго. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка.